Шестидюймовая осадная пушка образца 1877 года. Русское тяжелое осадное артиллерийское орудие калибра 152,4 мм. Оно активно использовалось в русско-японской войне, Первой мировой войне, гражданской войне и в других вооруженных конфликтах начала 20 века с участием стран из бывшей Российской империи. По состоянию на 1931 год орудие все еще состояло на вооружении ряда полков артиллерии и резерва главнокомандования СССР и приняло участие в Великой Отечественной войне, в частности по инициативе Д.Е. Козловского, найденной на одном из подмосковных складов 12 152 мм. Пушек ОБР, 1877 год. Закрыли брешь в обороне советской 16-й армии в ходе битвы за Москву в ноябре 1941 года. С использованием английских снарядов F-531 для 152 мм. Гауби Цвикерса удалось из-за сад стрельбой с дистанции от 500 до 600 метров уничтожить до роты немецких танков. При разрыве 45-килограммового снаряда вблизи танка последний переворачивался на бок или становился на попа. Попадание снаряда в башню срывало ее и отбрасывало на десятки метров в сторону. А если 6-дюймовый снаряд осадной пушки попадал в лоб корпуса, то он проходил танк насквозь. Выбивая двигатель применялись 152 мм. Пушки ОБР. 1877 год на Ленинградском фронте защитниками осажденного гитлеровцами города Наневе и в Крыму. Окончательно со службы в Красной армии эти орудия ушли в 1942-1943 годах. Масса ствола пушки составляла 120 или 190 пудов. Такие орудия выпускались Пермским заводом и Абуховским стали литийным заводом в Санкт-Петербурге. Один экземпляр этой пушки в Финском артиллерийском музее города Химийенна. Перед Краевическим музеем в Евпатории установлены две такие пушки на лафете без колес. Краткая тактико-техническая характеристика. Калибр ММ. 152,4. Длина ствола КЛБ. 21. Масса в боевом положении КГ. 5300. Дульная скорость МС. 455. Максимальная дальность стрельбы КМ. 9,3. Максимальный угол возвышения. Градусов. 45. Минимальный угол склонения. Градусов.